Теперь о других событиях вам расскажем. Автомобиль Почты России в Ярославской области попытались потушить водой из лужи. Такие вот необычные действия сотрудника из Рыбинска попали на видео. Сначала его коллега пытается сбить пламя огнетушителем, правда, безуспешно. Тогда на помощь приходят его на парк. В итоге с огнем справились приехавшие на место сотрудники МЧС. У них это заняло считанные минуты. Кадры жуткие. В российской премьер-лиге вводят новый лимит на легионеров. Он снизит раздутые зарплаты отечественных игроков, как считают эксперты. Со следующего сезона Фармана сменится на 8 плюс 17. То есть команды смогут вносить в заявку из 25 человек не более 8 зарубежных футболистов. Сейчас их 6. Эксперты считают, что новая схема повысит конкуренцию, и российским футболистам придется тяжело работать, чтобы получить выгодные контракты. Три олененка родились в московском зоопарке, а точнее в центре воспроизводства редких видов животных, которые находятся под Волоколамском. Там большие территории, все условия для вынашивания детенышей. Оленята родились в конце мая, начале июня, а с посетителями поделились радостной вестью. Но вот только сейчас. Два самца и одна самка присоединились к 17 взрослым северным лесным оленям. Как рассказали сотрудники, малыши быстро набирают вес и через несколько месяцев смогут самостоятельно питаться. Какие они хорошенькие. Да.